Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. В Самаре на днях почтили память поэта Марины Цветаевой и установили мемориальную доску на доме, где она провела две недели. Как прошло это мероприятие, какие воспоминания остались о проживании поэта в нашем городе и какие стихи звучали в этот день, об этом будем говорить сегодня. И в нашей студии очень много гостей, всех представлю по очереди. Это Анна Сидоршина, заместитель директора по воспитательной работе 174-й школы. Наталья Минина, председатель родительского комитета школы номер 174. Это, скажем, как по-старому раньше так говорили, родительского комитета, председатель совета школы. Ученица школы Екатерина Буянова и представитель департамента образования, главный специалист департамента образования Самары Михаил Девятов. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что послужило поводом для того, чтобы появилась мемориальная доска на доме, где жила Марина Цветаева, и главное, кто был инициатором? Кто начнет? Ну, я с вашего позволения начну. Вообще вот это мероприятие, это яркий пример сотрудничества между общественными организациями с одной стороны, с другой администрацией города, с третьей учеников, родителей и школы в данном случае 174. Я вспомнила сразу про реформу местного самоправления, что там тоже сотрудничество. Ребята прочитали в журнале «Самарские судьбы» о Марине Цветаевой, это их заинтересовало. У нас в городе есть конкурс социально-образовательных проектов «Гражданин». На нем ребята с этой инициативой выступили. Там в чем суть конкурса? Ребята защищают разные инициативы, продвигают их, общаются с разными людьми, с разными структурами, с разными общественниками. И затем, таким образом, вот Цветаевцы это тоже поддержали и еще дали ребятам некую информацию. Школьники сами вместе с педагогами, с родителями, правильно, отремонтировали часть стены дома, где нужно было установить доску, и изготовили сами доску мемориальную. Мы вообще всегда за то, чтобы ребята не варились в собственном соку, а выходили на каких-то людей новых, интересных, чтобы как-то что-то получать, какую-то новую информацию, новое знание. Очень интересно. Екатерина, подскажите, вот вы были в числе этих ребят, которые и доску делали, и вот с такой инициативой вышли к педагогам, да? Да. Вот лично расскажите, вот что вас побудило, чем вам близко, вот чем творчество Цветаева отзывается ваше душе? Ну, у Марины Цветаева очень интересные стихи, необычные, и она поднимает тему любви и ненависти, вот, и ее мысли на этот счет мне очень близки. Также мне очень нравятся стихи, когда она пишет о своей сестре Асе, потому что их вот это неразлучное, их любовь к друг другу, она меня побуждает. У вас тоже две сестра, наверное? Да, у меня две сестры, поэтому это и побуждает к ним относиться очень хорошо. И именно этим она мне понравилась, ее мыслями, ее сильным характером, уверенностью в себе. Да, вот надо же, прочувствовала уже Екатерина. Она очень много знает стихов, вот, может цитировать. Надеюсь, что мы услышим стихи еще во время нашего эфира. Вот расскажите, пожалуйста, Анна Игоревна, вот у учеников появилась такая инициатива. Они к вам пришли или к педагогу, к своему по литературе преподавателю, или сразу в родительский комитет пошли? Как это все произошло? Ну, конечно, все по лесенке. Сначала педагог, потом родители, потом я. Все-таки я заместитель директора повестательной работы, поэтому цепочка постепенно пришла ко мне. Ну, и, естественно, я тоже заинтересовалась этим. И мы стали изучать все вместе уже тогда, создав эту проектную группу. Вот в рамках проекта «Гражданин», как сказал Михаил Робертович, проект у нас назывался тогда «Самарский край и Марины Цветаевы». Нет, даже так, «Самарский край и семья Марины Цветаевы», потому что здесь, в Самаре, оказывается, неоднократно побывали родители Цветаевой, здесь была ее сестра, здесь был ее сын. И, кстати, ходил по городу тогда еще в 40-е годы, может быть, не совсем отстроенному, но говорил, вполне европейский город, и это тоже нужно отметить. То есть тесно очень приплелись судьбы «Самарский» с семьей Цветаевой. Поэтому меня это тоже, конечно, заинтересовало, и тем более, что статьи самарского краеведа, вот этого замечательного Цветаевца, научного сотрудника музея Болшева, музея Марины Цветаевой в Москве, очень интересны. Они зажигают, хочется действовать, искать, так, как это делал сам Юрий Витерафанович, он в архивах просмотрел все сведения о пребывании Марины Цветаевой, он был и в Петербурге, и в Москве, и везде отыскивал какие-то маленькие зацепочки, которые подтверждали бы пребывание ее здесь. Ну и мы, естественно, тоже присоединились к этим поискам. И вот эти совместные поиски привели, наконец, к отысканию документов, абсолютно точно свидетельствующих о пребывании Марины Цветаевой в Самаре. Да, и где же она проживала, в каком доме? Вот что известно? Да, это был дом по улице Троицкой, 35, наверху, на втором этаже, это были номера купца Куваева, внизу была пивная фон Вакана, теперь там чешский ресторан, кстати, который нам очень оказал большое содействие, вот в организации замечательного открытия мемориальной доски. И вот на втором этаже, там, в этих маленьких комнатках, где сейчас коммунальные квартирки, с лепными украшениями на потолке, вот и проживали Марина Цветаева, ее будущий муж, Сергей Эфрон. Вот это был июль, это был 11-й год, это была Старая Самара. Да, конечно. Здесь, возможно, вот и были бы написаны эти стихи, которые, кстати, и датированы июлем, 1911 годом, вот эти «Ждут нас пыльные дороги», которые выгравлены на мемориальной доске. Очень интересно, мы еще увидим впоследствии сюжет и покажем доску, чтобы горожане смогли прийти и посмотреть к этому дому и на эту доску. Наталья Николаевна, скажите, ваше участие, вот мне интересно, как родители участвовали? Вы знаете, на совете школы, директор нашей школы, 174-й контр-шоу Надежда Васильевна, рассказала нам об этом проекте. Конечно же, нас это заинтересовало. Мы на общешкольном информационном классном часе ознакомились с презентацией «Семья Марины Цветаевой» и «Самарский край». И также нас ознакомились с социологическим еще опросом. Был проведен, то есть была проведена достаточно такая грандиозная работа. И, конечно же, социологический опрос тоже, так скажут, не оставляет нас равнодушными. Она в том же, что... Кстати, и родители тоже были на опросе, дети были на опросе. Задавался вопрос, проживала ли Марина Цветаева в нашей Самаре. Да, знаете ли вы, что проживала. Да, и то есть из 340 человек опрошенных никто не знал об этом, понимаете. Но, тем не менее, 52% опрошенных, это 178 человек, они были за увековечивание памяти Марины Цветаевой в нашем городе. И, конечно же, это очень здорово. Несколько человек воздержались от ответа, но 34 человека даже не знают, что такой поэт был у нас в России. Понимаете, поэтому это заставляет так задуматься. Нужно работать в этом управлении, конечно же. И те люди, которые побывали уже потом на конкурсе отчастицов, они присоединились к этому проекту и встали на его защиту. Мы, как родители, конечно же, рады этому и приветствуем это. Потому что творчество Марины Цветаевой нам, взрослым людям, разумеется, наиболее близко, дорого. Никого не могут оставить равнодушными строки ее стихов. Это, например, это незабываемая песня в исполнении Аллы Пугачевой. Уж сколько их упало в эту бездну, в безверхную вдали. Встанет день, когда я исчезну с поверхности земли. И вы понимаете, такие строки, вот они вот такое волнение вызывают. Даже вот у меня тоже сейчас небольшой ком в горле. Но тем не менее, мы рады тому, что эта работа проведена. То есть была вековечна память Марины Цветаевой в нашем городе. И мы только за то, чтобы наши дети, так сказать, прониклись этим искусством. Чтобы они воспитывались. Да, на лучших стихотворениях. Спасибо вам большое, что вы так неравнодушны и откровенны. Михаил, вот не хочется переходить к финансовой стороне, но все-таки. Вот что нужно для того, чтобы в городе появился, допустим, следующий какой-то поэт. У нас же было очень много поэтов и писателей. Чтобы увековечили память еще кого-то знаменитого, уважаемого человека. Вот какая цепочка еще? Ну, порядок, он регламентирован. Существует постановление администрации городского округа. Ну, это очень дорого или нет, вот для города? Или это совсем вот... Ну, бывают разные формы. Бывает город берет это на себя, бывает инициатор берет это на себя. То есть по этому постановлению смысл в чем? В том, что в департамент культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Самара подаются документы в соответствии с положением об этом увековечении памяти. И там, соответственно, собирается в администрации городского округа комиссия, куда входят ученые, краеведы, библиографы, сотрудники администрации. Они рассматривают, они приглашают инициатора, инициатор говорит об этой инициативе, более подробно отвечает на вопросы. И затем комиссия по увековечению принимает решение. Да, вот это нужно, чтобы все знали, чтобы если будут последователи какие-то, чтобы такая же процедура произошла. Как принималось решение, кого пригласить на открытие мемориальной доски? Как все это организовать? Вот как вы все это продумывали? Потому что это дело серьезное, я знаю, что такие гости были на этом мероприятии. Вот сейчас родители, соответственно, представители школы, ребята, представители этих категорий расскажут более подробно. Я просто сейчас скажу, что это, опять же, пример взаимодействия всех структур. Потому что вот именно цветаевцы, они пригласили Светлану Николаевну Крючкову, которую, не надо представлять, у нее более 90 фильмов в творческом активе, и все ее знают. Это, конечно, сделало это мероприятие более насыщенным. Конечно. Она читала стихи? Да. Конечно. И не одну. Светлана Крючкова, да? Она начала, прочла два стихотворения, потом увидела, как много молодежи, а ведь мы пришли туда, старшеклассники, пришли наши на открытие 11 классы, она увидела вот эти лица, молодые глаза, и прочла шаловливые и шутливые стихи Марины Цветаевой «Назидание в потомство». Но оно было очень кстати. Да. Я даже знаю, что она сказала, что я была приятно удивлена, она даже не ожидала увидеть столько молодых людей. Да, вот это очень порадовало. Я думаю, что раз уж мы несколько раз говорили о стихотворениях, Екатерине, наверное, предоставим такую возможность, чтобы окунуться еще раз в творчество Марины Цветаевой. Ну, я хочу прочесть стихотворение ее «На радость», посвященную Сергею Фрону, и, возможно, она его писала в Самаре, как раз находясь. Ждут нас пыльные дороги, шалаши на час, и звериные берлоги, и старинные чертоги. Милый, милый, мы как боги, целый мир для нас. Солнце жжет на север с юга, или на луну, им очаг и бремя плуга. Нам простор и зелень луга. Милый, милый, друг у друга мы навек в плену. Да, замечательно. И как раз вот с Сергеем Ефроном здесь вот Марина Цветаева проживала вот эти две недели, да, и вот чувствуется вот эта эмоция. Я как раз хотела спросить о самарской теме в стихах, но вот Екатерина предупредила. Екатерина, скажите, вы сами пишете стихи? Сама тоже пишу. Вот, я это тоже почувствовала. Молодец, очень хорошо. И еще одно уточнение. Вот эта манера исполнения стихотворений, вы тоже где-то учитесь? Это преподается вообще, или это то, что вот идет изнутри, и вы ничего не имеете? Мне, конечно, помогает Анна Игоревна читать, но вообще это как бы идет изнутри. Я просто пытаюсь прочувствовать стихотворение. Анна Игоревна именно помогает тем, что она рассказывает историю этого стихотворения, то есть где оно было написано, посвящено кому, и я уже сама понимаю, как его читать. Ну, да, ведь это же совсем не просто. Это же не просто вот взял там листок, выучил. Конечно, нужно знать историю создания обязательно. Как, например, стихотворение на вокзале, которое Катя тоже читает, посвященное Асе, сестре Марине Цветаевой. Там ведь не поймешь просто так, от чего и кто с кем прощается. А когда вот предысторию знаешь, то Катя совсем по-другому его и прочитала. Да, и это обязательно публика прочувствует. Да, Анна Игоревна, я хотела у вас узнать, вы сказали еще, что родственники посещали. Вот чуть поподробнее, вот семья Цветаевых в Самаре, чтобы мы тоже, горожане, знали, как это все. Да, здесь дважды был отец Марины Ивановны. Это было в конце 19 века, тогда еще открывался тогда новый мост через Самарку. И тоже это считалось чуть ли не европейским достижением. И сюда на открытие этого моста прибыли супруги Цветаевы. Ну и затем, значит, мама Цветаевой тоже была здесь еще раз. А Владимир Владимирович был еще один раз уже в Самарской области. И что касается Ариадны, то она здесь была в пересыльной тюрьме, когда, ну, по трагическим обстоятельствам она была арестована. А сын Марины Цветаевой, Георгий Мур, как его они называли, он был здесь очень долго, целый день. Бродил по Самарским улицам, вот тогда, когда он в эшелоне ехал на фронт. Это был 41-й год, незадолго до его гибели. Вот, и тоже осматривал город, и вот остался им вполне доволен. Помните, он говорил, вполне европейский город. Так что Самару, он, Самару ему понравилось. Вот такие сериалы. Это приятно слышать, тем более, потому что первые впечатления, по-моему, родителей были о том, что это был пыльный город, да, что-то такое. Но потом произошли изменения, и вы стали сравнивать с европейским. Да, вы знаете, вот когда Светлана Крючкова была здесь, она сказала такие слова, что всегда творчество и сама жизнь Марина Цветаева, у нее такой вот трагизмом чем-то, что жалко. Всегда, говорит, это вот у меня ком в горле, вот когда я вот про Марину Цветаеву, это всегда вот что-то такие вот эмоции, ну, не трагические, а вот чего-то такого вызывает. Вот почему вот в судьбе самой Цветаевой что такого было, о чем мы должны все помнить, за что нужно любить и уважать этого поэта великого? Она не всегда была понятой, не всегда была понятой властями, потому что была очень смелой, очень искренной. Она правдолюбка, а за правду иногда бьют. И вот эта правда, она оказалась вот роковым качеством в ее судьбе и творчестве, за что она всегда страдала. Ведь в те Елабужские дни, последние дни, она была совершенно забыта, ее не печатали, о ней незаслуженно не помнили, ее даже оскорбляли. Конечно, кто такое мог выдержать? Хрупкая женщина, только перенесшая. Да, и то, что она так ушла из жизни, говорит о том, что вот о том, что скопилось у нее на душе, чего она не перенесла для творческого человека, такого, да, эмоционального. Конечно, это очень сложно. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, сама Светлана Крючкова на вас какое впечатление произвела? Вы знаете, это актриса, во-первых, которая глубоко уважаемая, не только мной и всеми членами нашей семьи. Мы восторгаемся ее творчеством. Вы понимаете, на протяжении, даже вот мои дети, казалось бы, другое совсем же поколение, но они с удовольствием смотрят фильмы с ее участием. Конечно же, первый фильм – это вот «Большая перемена», где она играла одну из главных ролей. И, разумеется, вот понимаете, вот там вот по шагу, то есть в разных фильмах, в разных работах мы ее наблюдаем. Это человек, вот на мой взгляд, огромнейшей души. Это волевой человек. И, знаете, вот мне кажется, что она, вот, наверное, что общая у нее с Цветаевой, то, что она такая тоже правдолюбка, как вот сейчас сказала Анна Игоревна. То есть вот это чувствуется в ее характер, в ее словах, в ее поведении. Конечно же, поэтому и сам приезд для нас сюда уже был праздником. То есть, понимаете, мы уже знали, что вот это событие, оно состоится. И состоится на самом высоком уровне. Вот как можно потому… Вот есть такая пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». А вот «Скажи мне, кто твой любимый поэт, и я скажу, кто ты». Совершенно верно. Вот здесь можно вот тоже вот эту аналогию провести. Екатерина, ты запомнила, какие стихи читала Светлана Крючкова, народная артистка России, вот там? И вот что-то… Как ты вот увидела прочтение? Понравилось тебе оно? Может быть, ты что-то даже позаимствуешь или нет? Или ты будешь свою линию держать? К сожалению, я не помню дословно стихотворение, но я слышала, как она читает, и мне очень понравилось. Ее манера, да, понравилась. И, может быть, так и читала сама Цветаева. То есть она как-то сама по себе, по характеру напоминает ее, и тем самым легко ей дается вот это прочтение. И, конечно, ну стоит брать у нее пример, потому что… Тем более, что она потом сказала мне, как читали мои дети. Она сказала, дети читали замечательно. Но скажите им, пожалуйста, что надо читать просто. Вот. Просто. Вот это самое главное. Цветаева и просто – это близнецы. А давайте посмотрим. Вот так интересно. Да, это очень интересно. Это такое замечание от, опять же, великой артистки, которому стоит прислушаться. У нас есть сюжет, давайте его посмотрим, вспомним, как прошло это мероприятие и продолжим разговор. В Самаре Марина Цветаева была в 1911 году проездом. Они вместе с мужем Сергеем Эфроном направлялись в Башкирию на Кумысо-Лечение. Одни историки считают, что Марина Цветаева провела в Самаре всего 40 минут. Другие утверждают, что она прожила здесь две недели. Вот в этом доме, на Троицкой 35. Сейчас это Галтеновская 41. Огненные кисти рябины – как символ знаменитых строк. Отметить пребывание Цветаевой в Самаре решили школьники и педагоги 174-й школы. Три года они собирали данные и средства, готовили проект мемориальной доски. Перед торжественным открытием сделали на фасаде дома небольшой ремонт. Спасибо большое, конечно, городу, что город понял, правильно сказано было, что город понял, что Марина и Самара – это еще одна страница в великой биографии еще более великого поэта России и всего мира Марины Ивановны Цветаевой. На открытии мемориальной доски в память о великом поэте прибыли самые главные цветаевцы. Среди них народная артистка России Светлана Крючкова. Она изучает творчество и жизнь Марины Цветаевой больше 40 лет. Уже сроднилась с ней и буквально говорит ее стихами. У меня есть программа, которая называется «Отказываюсь быть», начиная буквально со стихотворения, написанного в 17 лет, в день рождения. Христос и Бог, я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня, вот дай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для меня. Мне ее безумно жалко. Когда я говорю о Марине, я испытываю страшную боль. Болит внутри, просто болит. Марина Цветаева хоть и писала 100 лет назад, но она поэт на все времена, отмечает Светлана Крючкова. Ее наследием увлекается много молодежи. Они вместе с гостями цитируют любимые строки. В следующем году в Самаре будут отмечать 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой. На базе 174-й школы планируются цветаевские чтения. Была она здесь 40 минут или две недели, уже не важно. Марина Цветаева осталась в памяти людей навсегда. Чем еще вам запомнилось вот это мероприятие, расскажите о своих впечатлениях? Вот я начну с вашего позволения. Во-первых, оно необычно вообще для школьников. Потому что у нас постоянно открываются какие-то мемориальные доски, памятники, стеллы, стены памяти. Но в основном они открываются на базе образовательных учреждений. У нас на базе учреждений сейчас действует 85 мемориальных объектов всего по городу. Так, чтобы открывались где-то, допустим, вне учреждений, такое бывает, но гораздо реже. Причем инициатива полностью исходит от учащихся здесь. И нашли дом, то есть облагородили, все сделали. В принципе, это, мне кажется, это результат как раз вот этих вот конкурсов. Такого, как гражданин, который уставляет самих ребят мыслить и думать. Чем еще запомнилось мероприятие, вы знаете, это короткое мероприятие, которое идет всего 30 минут. Но я наблюдал, какой был неподдельный интерес. На другой стороне улицы люди, девушки, молодые люди, 25-30 лет останавливались на машинах, выходили или прямо из машин смотрели. С другой стороны собралось огромное количество человек. И видите, даже вы, вы же не на каждый свой сюжет снимаете отдельную передачу, правильно? Не на каждый информационный повод. Но Марина Цветаева, ее уже давно нет с нами. Она в 1941 году трагически погибла. Это, в принципе, мы все здесь присутствующие еще и не родились. Задолго до нашего рождения это произошло. Но видите, до сих пор какой резонанс идет большой. Да, и хорошо, конечно, что у нас появилась доска, потому что достойные горожане и город, ну и тем более поэт такой великий. Анна Игоревна, у вас какие? Это еще не все. Я позволю себе заметить, что это только начало большой работы. Так, вот это интересно. Да, да, я хотела бы сказать присутствие вас, Михаила Робертовича, и вообще присутствие всех, чтобы город услышал это, что мы будем просить вас, чтобы вы на базе нашей школы устраивали в дальнейшем цветаевские чтения для всего города, а может быть и для области, а может быть и для всей России. У нас проходит такого рода мероприятие. Вот в прошлом году у нас было юбилею Есенина посвящено мероприятию, конкурс чтецов городской, также юбилею Агнии Барто, в этом году Корнею Чуковскому будет посвящено тоже мероприятие большое городское. А вот как раз же юбилей у Марины Цветаевой с 20 лет. В следующем году. Да, 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 вот мы хотели бы. Ну вы откликнитесь, Михаил Робертович, на такое предложение. Естественно. Ой, ну хорошо. Я даже не комментирую, потому что это неизвестно. Хорошо. А все уже озвучено. Да, да, да. Это хорошо. Ну, я думаю, что еще раз все-таки мы обратимся к творчеству поэта Марины Цветаевой, предоставим Екатерине слово, какое стихотворение. Вот ваша камера. Ну, хочу прочитать стихотворение, которое я читала, когда мы открывали мемориальную доску. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон, эфемиам, моим стихам о юности и смерти, Нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. — Да, вот это очень хороший. — И черед настал. — Да, да, вот это как раз то, что произошло. — Вот то, что мы сделали, это как раз черед. — Да, вот великие поэты, они же предвидят и будущее, да? Вот мы все на истории в этом убедились. Скажите, пожалуйста, вот если вернуться к творчеству Цветаевой, чем оно характерно, и в чем его особенности все-таки, Анна Игоревна? Вы как? — Я считаю, что оно характерно своим разнообразием. Ведь вот на проходящих, у нас, на прошедших конкурсах, кстати, в этом году тоже был конкурс чтецов, посвященных Марине Цветаевой, посвященным, читали стихи дети разных возрастов. Читали и ребятки изначальной школы, потому что у нее есть специальный цикл стихов для малышей, типа серого ослика, который шагает прямо к рождественской даме. Это в пять лет, кстати, стихотворение написано Мариной Цветаевой. Это и для подростков, это цикл о Москве, изумительный цикл, и, конечно же, для старшеклассников и взрослых цикл о любви. А любовь-то какая! Самая разнообразная, и трагическая, и песенная, и фольклорная, сколько фольклорных мотивов, но настолько она самобытна, настолько она разная, что просто нельзя не восхищаться. Бывает поэт, она вот в одном направлении, в одном каком-то стиле, а это нет, она разная Цветаева, тем она нам близка и дорога. Не только нам, и детям, конечно. Да, и вот вопрос к Наталье Николаевне. Вы, как председатель Совета Школы, дальше что планируете? Вот Анна Игоревна озвучила уже свои планы. А вы что, как будете в этом направлении работать? Я думаю, что мы будем сотрудничать, что мы будем прислушиваться, тесно сотрудничать, конечно, чем можем и всегда поможем. Сын Натальи Николаевны, может быть, даже два ее сына, Саша и Паша, поедут на будущий год на Цветаевский костер. Мы побывали уже с Катенькой там три, третий раз на великолепном Цветаевском костре в Тимашево, куда, кстати, уже теперь из-за границы приезжают люди и читают там стихи Цветаевы. А она вот еще год поедет с нами, вот вся семья планирует. А у вас вот проблема в том, да, существует, чтобы вот детей приблизить к поэзии, да, вот отмахиваются же многие, для них это что-то сложное и ненужное, да, вот. А вы, как вам удалось вот лично своим сыновьям даже вот это делать? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что они у меня прям вообще очень приближены к поэзии, но тем не менее некоторые стихи, они им нравятся, то есть, которым они именно проникаются. Поэтому, несмотря на то, что мальчики, но все-таки мы стараемся каким-то образом прививать, ну, как, только, наверное, личным примером, то есть, совместные какие-то чтения. Вот мама сама вот читает стихи, вот это ее сборничка-то она принесла сегодня сюда. Да, давайте. Хотела читать, но волновалась, волновалась. Да, вот, значит, я вас перебила, когда вы первый раз начали вот читать. Прочитайте, пожалуйста, несколько строк, очень хочется послушать. Солнечный, лунный, о мудрые парки, что мне ответить? Ни воли, ни сил, луч серебристый молился, а яркий ныжно любил. Солнечный, лунный, напрасная битва, каждую искорку сердца лови. В каждой молитве любовь, и молитва в каждой любви. Знаю одно лишь, погашенных в плаче, жалкое мне не заменит свеча. Буду любить, не умей иначе, оба луча. Да, вы думаете, что я тогда тоже? Спасибо большое, да, прочитайте. Вот не случайно держу в руках вот этот вот символ, символ горького и яркого творчества Марины Цветаевой, это вот символ рябинки. Да, действительно. Мы, кстати, подарили нашим гостям, тоже сделанные детскими руками, такие маленькие красивые символы, чтобы они увезли их с собой в память об этом событии установления мемориальной доски. Ну и поскольку родилась она в октябре, Марина, и вот эта рябина ее символ, конечно же, ее прекрасное всем известное стихотворение. Помните, красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась, спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов, мне и до ныне хочется грызть яркой рябины горькую кисть. Спасибо. Время закончилось. Спасибо большое вам за этот вечер памяти. Спасибо. Спасибо, до свидания.